Николай Марчук. Война 2020. Керченский узел. Пролог. Курва. Зло выругался молодой парень, сплевывая на землю. Горло пересохло, плевок не удался, так и повис на подбородке белой нитью пены. Молодой человек вытер рот рукавом и вновь принялся за сигареты. Вторая тоже упала в грязь. И третья, только четвертую, получила задолкать в рот и прикурить. Хорошо. Блаженно, выпустив струю табачного дыма в небо, прошептал курильщик. Невысокий, коренастого телосложения, с белобрысой, коротко и стриженной шевелюрой, парень стоял, облокотившись на низкий забор, окружавший школьный стадион. Молодой мужчина хмурился, тревожно оглядываясь по сторонам, выглядывая кого-то в проходивших мимо людях. Школа располагалась внутри жилого микрорайона. Стадион был изрезан вытоптанными в различных направлениях тропинками, по которым горожане срезали дорогу. Людей вокруг ходило много, поэтому никто на курильщика не обращал внимания. А зря. Возможно, звонок какой-нибудь бдительной старушки в полицию, обративший внимание на нервного парня, спас бы жизни многим людям. Замызганные джинсы, стоптанные кроссовки и потертая кожаная куртка говорили, что их владелец небогат. Но вот когда в кармане кожанки раздалась трель телефонного звонка, то на свет появился мобильный телефон с эмблемой яблочного огрызка, чья стоимость превышала цену поддержанной «Жигулей». «Да, ага, понял», — коротко ответил парень. Спрятав дорогущий телефон в карман, он достал из другого кармана телефон попроще, с кнопками и малюсеньким черно-белым дисплеем, и, набрав короткий текст, отправил АСАМАЗ. После чего извлек из телефона сим-карту аккумулятор и выкинул все это в близлежащие кусты. Подняв с земли пакет, парень медленно побрел по асфальтированной дорожке, шедшей вдоль футбольного поля. Навстречу по этой же дорожке бежал школьник лет восьми. «Привет, Серега!» — криво улыбнувшись, поприветствовал ученика парень. «Здравствуйте!» — остановился запыхавшийся от бега мальчик. «Только я не Сережа, меня зовут Антон». «А, ну да!» — хлопнув себе полбу, вновь улыбнулся белобрысый. «Точно, Тоха! Извини, я просто о своем мелком думаю. Вы же с моим Сережкой в одном классе учились». «Слушай, Антох, а можешь моему Аболтусу телефон передать? А то он его дома забыл, а меня в школу не пускают без паспорта. И вот еще этот пакет вашей классухе передай. Сделаешь? На вот тебе, держи, заяц, жвачку». Мальчик, как завороженный, взял в руки трубку мобильного телефона, потом пакет с коробкой внутри и упаковку жвачки. «А какому Сергею передать телефон? Смирнову или Хазову?» Отбежав на несколько шагов, обернулся школьник. «Смирнову!» — крикнул парень, быстрым шагом удаляясь прочь. Через десять минут в школе раздались длинные трели звонка. Из дверей посыпались нескрывающие радости ученики, ведомые чем-то озабоченными учителями. Еще через несколько минут к зданию школы подъехало несколько машин с эмблемами МЧС. Спасатели тут же стали помогать учителям выводить детей из школы. Школьников собирали на стадионе, выстраивая по классам. Делалось это для того, чтобы можно было пересчитать учеников и выявить тех, кто не спустился вниз вместе с остальными. Рядом со школьным стадионом было припарковано несколько легковых автомобилей. Ночью их было намного больше, но с началом рабочего дня почти все разъехались. Остались только парочка дамских малолитражек да старенький микроавтобус «Мерседес-208» с побитой ржавчиной и крыльями. Как только все дети были построены на стадионе и вернувшиеся из школы спасатели подтвердили, что здание пусто, классные руководители принялись в очередной раз пересчитывать учеников по головам. Ну а дальше произошло страшное. «Мерседесовский фургон», припаркованный всего в каких-то десяти метрах от первых рядов школьников, взорвался. Не было яркой вспышки или клубов пламени, поднимающихся до неба. Нет, ничего такого не было. Просто раздался громкий хлопок, от которого тут же вылетели стекла во всех близлежащих домах и разорванный в клочья корпус машины окутался белым дымом. А потом на школьный стадион пришла смерть. Скрученная старуха с косой собрала богатую жатву. Если бы в этот момент кто-то очень внимательный посмотрел на крышу одного из домов, стоявшего рядом со стадионом, то он бы сильно удивился, что над парапетом торчит айфон, закрепленный на моноподе. А если забраться на крышу этого дома, то можно было бы заметить и того, кто снимал происходившее внизу на камеру смартфона. Это был тот самый молодой мужчина, просивший передать пакеты и телефон своему сыну в школу. Вот только не было у этого парня сына, учившегося в этой школе. Да и сам он в этом городе был первый раз в жизни. Он специально приехал сюда из соседней страны, чтобы совершить убийство множества людей. И он был не один. В этот день в трех городах полуострова произошло пять взрывов. Три возле школ и два на рынках. Все теракты были тщательно спланированы и хорошо организованы. Взрывы прогремели в те моменты, когда возле места закладки бомб было наибольшее скопление людей. В общей сложности погибло 742 человека. Из них 640 дети. Больше двух тысяч получили ранения и увечья. В республике Крым началась паника. Многие боялись повторения трагедии и решили, что будет правильным на время покинуть пределы полуострова. Поскольку недавно открытый Керченский мост был закрыт на ремонт, то выехать с полуострова можно было только через паромные переправы. По странному стечению обстоятельств, за день до первого теракта, в опору моста, держащего на себе ажурные арки, врезался сухогруз под флагом Монголии. Экипаж сухогруза состоял из жителей Украины. На транспортном терминале паромной переправы и прилегающих к нему улицах района города собралась огромная вереница из ожидающих своей очереди на посадку машин. За считанные часы образовался затор из нескольких десятков тысяч автомобилей. Паромы чисто физически не успевали перевозить всех желающих через пролив на материк. И в этот момент произошла еще одна трагедия, затмившая по своим масштабам предыдущие теракты. Транспортная площадка перед комплексом зданий паромной переправы вмещала в себе около тысячи машин. Сейчас на ней набилось в два раза больше автомобилей. Машины стояли настолько плотно друг к другу, что у водителей и пассажиров порой не было возможности открыть двери. Осложняла ситуацию еще и погода. Задул сильный ветер, который поднял волну и не давал паромам нормально работать.